Вопрос про бушменов. Вот в интернете ходит много информации, что это сама древняя реликтовая раса. И вот они как засели у себя в Калахаре, так они вообще не менялись никаким образом. Вот здесь можете точки над «ды» расставить? Они действительно засели в Калахаре, и там так, видимо, более-менее непрерывно сидели все время, но они менялись. Потому что чё-чё в ЮАР антропологические исследования и палеоантропологические поставлены были всегда хорошо. Ну то есть апартеид это злобная, ужасная, конечно, система, но наука там была хорошая. И как раз в силу апартеидности они изучали расовые вопросы, причем изучали антропологи, которые не были расистами, что характерно. Ну вот, но им давали деньги на это дело, потому что правительство было российское. И, соответственно, они изучали эти данные объективные, как бы циферки, да, они есть и по древним черепам, и по современным людям, и по живым, и там по каким угодно. Ну вот, а в последнее время и генетика тоже у них там подъехала. И вот из всей Африки, Южная Африка изучена наилучшим образом. Это просто объективный факт. Ну еще в Египет хорошо, потому что там эти могильники огромные, но это только уже вот с цивилизацией, как бы, а более древней там сильно немного. А в ЮАР там вот прям реально с каких-то пятикантропов, и там даже австралопитеков, потому что там австралопитеков найдено немерено, вплоть до современности вся последовательность есть. И мы знаем, что предки бушменов действительно там жили уже, ну в таком сапиентном состоянии уже вполне, да, узнаваемом, порядка там 40 тысяч лет назад, 30 тысяч лет назад, там череп из Хофмейера, например. И по нему видно, что он, да, он предок бушменов, но если его вот с современным бушменом рядышком поставить, этого товарища из Хофмейера, у него 36 тысяч лет датировка, то он не такой, он отличается, он предок, но он другой, потому что 36 тысяч лет это дофига много. Ибо у нас потом есть более поздние находки, там какая-нибудь, не знаю, Маджес Ривер, там еще всякие такие. И вот если мы их там всех разложим по порядку, то мы увидим, что в таком более-менее узнаваемом состоянии бушмены где-то 12 тысяч лет назад появляются. Ну там плюс-минус там 12, 14 может быть. А там, благо, статистика есть, это приятно. Но тоже они узнаваемые, но они гораздо более массивные. У них пока-то, ну, был у них здоровый надброви, а для бушменов это вообще ни разу не характерно. То есть бушменты, они как раз отличаются с супер выпуклым олбом и довольно-таки слабым надбровием. Ну, кстати, оно все равно больше, чем у других негроидов, но они сами мелкие и как-то это не особо заметно. Ну, их там воплощенное лицо, и вот эти черты как бы есть, но все-таки не совсем такие, как сейчас. Потом у них несколько раз менялась опять же взад-вперед голова, там увеличивалась, уменьшалась, тоже надброви там росло, уменьшалась туда-сюда. Причем еще и варианты есть, потому что они географические, ну, Южная Африка большая на самом деле. Там на побережье одни, там в глубине другие, севернее там уже третьи. Ну вот, а с появлением производящего хозяйства там еще пошло разделение на бушменов, которые охотники-собиратели, но они мелкие достаточно. И гатинтоты, которые крупнокалиберные такие, потому что они скотоводы, они много молока пьют, там и мясо больше едят на самом деле. Ну вот, и какие-нибудь там Кораны, которые тоже вроде как гатинтоты, но они своеобразные, у них там более покатые лопнут, брови сильнее. То есть они другие как бы. И они менялись все это время, поэтому в такое состояние, как вот уже совсем-совсем современное, ну, чтобы прям вот до неотличимости, они пришли ко времени где-то там 6-7-8 тысяч лет назад, ну, когда, строго говоря, пришли к такому состоянию и все остальные. То есть если мы посмотрим, когда появляются такие вот непоколебимые монголоиды, 7,5 тысяч лет назад, так это та же цифра. Когда негроиды появляются, вот прям такой негр, чтобы прям, ну, и вот по черепу не могли понять, насколько он там древний, да, 7 тысяч лет самый древний. Ну вот, европеоиды, да, но это тоже там неолит, бронзовый век, там, ну, бронзовый там 4 тысячи, да, но это вот тоже такие как, ну, они обычно называются протоевропеоиды, но в принципе отдельно взятые, он уже в неолите будет такой же, как и сейчас. Ну вот это уже популяционные какие-то различия будут, но в принципе они уже, да, готовые. И это срок, просто длина поколений и количество мутаций, да, и силы отбора, которые что-то куда-то сдвигает. А для всех людей на планете это одинаковое, то есть длина поколений-то у всех примерно одна и та же, и условия жизни там плюс-минус, как бы, ну, охотники-собиратели были до недавнего времени все, потом все были более-менее там какие-то скотоводы-земледельцы, да, ну и сейчас вот там в офисах сидят. Ну вот, поэтому не особо там это влияет, и вот эти от 4 до 7 тысяч лет, это время формирования вот таких совсем-совсем современных, и где-то до 12-14 тысяч, это когда узнаваемые, явные предки, ну, отличаются, да, ну и там 30, это когда они уже совсем какие-то другие, но местами эта предковость видна, вот в Южной Африке вот она хорошо видна, потому что, во-первых, там полная последовательность находок есть, а во-вторых, это географический тупик, и как бы там особо и заменяться-то им было невозможно, там же с одной стороны пустыня Намиб, ну вот, Калахари, а с другой стороны там делают всякие эти Молавии, Мозамбик, сейчас-то там не такие уж пустыни, а раньше там тоже были пустыни, и они периодически отгораживали весь этот Юг-Африке, и они там в изоляции оставались достаточно мощной, ну, по территории вот там Замбии, Зимбабии, где сейчас там Нагорье, и там была тоже более-менее пустыня, вот, там населения не было, север не сформировались негроиды, а южнее вот эти южноафриканские товарищи, и поэтому там эта преемственность лучше видна. Ну вот, а где-нибудь в Евразии, где они там бегали по этим степям взад-вперед по гигантским расстояниям, там позже немножечко это действительно видно, ну, потому что уже там в бронзовом веке, да, где-нибудь европеоиды там добежали аж там до Тувы какой-нибудь, да, а потом монголоиды пошли назад, и мы там видим эти смены населения, ну, они чисто как бы миграционные смены. А в Южной Африке эта миграционная смена тоже была, просто она была уже с прибытием европейцев. Первое, когда там всякие голландцы приплыли, там англичане, все кому не лень, там все эти буры стали на полосках кататься, да, там на фургонах, выпилили всех основных бушменов с побережья, где их, собственно, большинство жило, загнали в Калахари остатки, смешались с гатинтотами и получились вот эти южноафриканские цветные, это официальное их название в самой Африке, и их сейчас там такой нехилый процент населения. Ну вот, а потом туда с севера пришли негры, которые теперь искренне считают, что они там местное население, вообще они пришли позже всех, вот, это уже там в 19 веке, ну, с этим чака там, да, вот эти зугусы, и вот теперь они там считают, что они там коренные, потому что Африка, ну, их никто не учил, они не знают, что они там самое позднее население, там европеоиды более коренные, чем они. Ну вот, ну, а в итоге такой котел получился в этой Южной Африке, что там они так смешались, что современное население Южной Африки, ну, вот эти цветные караскалориат, они по генетике самое разнородное население на планете вообще, то есть у них вот смешано все, туда еще и мальгаши добавились, китайцы, малайцы, ну, вот реально все подряд, и население вот этих прибрежных городов, портовых, это такая каша страшная, вот, а бушмены, которые в Калахари, ну, они чуть более все-таки изолированные, понятно, это как бы вот рудименты этого охотнического населения, ну, во-первых, до них тоже атмосферация так или иначе доходит, а во-вторых, они поменялись там сколько-то раз, и в окончательном виде сформировались тогда же, когда и вот мы с вами, ну, поэтому какой-то там архаичности, примитивности, обычно еще так звучит, что они там самый древний народ на планете, потому что у них там щелкивающие звуки в языке, ничего, как бы, ну, а в китайском там тональность есть, да, ну, то есть у каждого иска есть какие-то фишки, там, в русском, ты не знаю, какие-нибудь там приставки-падежи, там, какие-то окончания, суффиксы, да, там, в английском еще что-то свое, там, ну, я не такой лингвист, но что-то наверняка там прикольное есть, вот, и то, что есть щелкающие звуки, не говорит о древности ничего, абсолютно, то есть, ну, специфическая фишка, да, такая есть, так, если этого нет нигде больше на планете, то так это скорее всего говорит о том, что в них это возникло на месте довольно поздно, потому что если бы это был какой-то древний язык, какие-то эрудименты были бы вообще по всей планете, там, в Австралии, на островах, там, где угодно, а мы этого не видим, значит, это их местная фишка такая своя, ну, там, еще в Восточной Африке, там, у двух народов это есть, да, ну, там, оно и независимо могло возникнуть, ну, а может, там, пробежали, там, постепи-то вообще не такая проблема, вот, и то, что они отделились от другого человечества, там, достаточно давно, ну, действительно, по генетике это видно, то есть у нас, если генетическую карту смотреть, у нас есть бушмены, вот, и все остальные, а среди всех остальных есть, как бы, Африка и все остальные, ну, вот, ну, и мы, это, как бы, маленькая производная от Восточной Африки, которая, маленькая производная от Африки, которая, как бы, вот, вместе с бушменами, как бы, все человечество, вот, и бушмены, это, вот, в генетическом плане, это, реально, половина планеты, хотя по численности их, там, не знаю, сколько-то тысяч человек в реальности, Но они не сильно разнородные, потому что они, да, в изоляции там сидели очень долго. Но изоляция не была полной никогда. То есть это смешение, оно было и в Палеолите, и там когда угодно, и вот в последнее время там вообще тотально идёт. Ну вот, поэтому отделились они раньше, но это не говорит о древности. То есть отделились, но по-своему менялись, и всё время медицинация была. Поэтому если как бы мы срок разделения берём за древность, то мы можем говорить, что мы самые древние. Ну, отделение-то было двойное. Поэтому если они самые древние, то и мы самые древние. Как бы точка бифрукации-то не меняется. Ну вот, и какой-то там запредельной архаики в них нет. То есть у них по, опять же, там форме мозговой коробки, по форме лица, там нижней челюсти, что-то ещё, они по многим параметрам ушли сильно дальше, чем, скажем, вот мы с вами. Ну вот, ну, как бы массивность там черепа, я не знаю, там размеры лица, да, у нас архаичнее. Ну, потому что они больше зависели от среды, а, соответственно, у них отбор шёл сильнее и быстрее признаки менялись. Ну и вообще, чем меньше популяция, ну, если это какие-нибудь острова там, да, особенно, ну, там, Калхария, по сути, тоже остров, по большому счёту, экологически, тем быстрее и больше там будут изменения, ну, если хоть как-то что-то в природе меняется, да, хоть бы даже и не менялось. Ну вот, потому что в маленькой популяции вероятность закрепления нового признака, она больше. То есть если у нас есть 10 человек, у одного есть мутация, ну, допустим, он там рыжий появляется, да, то вероятность того, что через там 10 поколений не все будут рыжие, но она не такая уж прям маленькая. Ну, если там, допустим, 5 мужиков, 5 женщин, да, один рыжий, это там 20% населения. Ну вот, и это уже больше, чем в Ирландии, он один такой родился, уже рекорд мировой. Ну вот, а если, допустим, у нас есть миллиард китайцев, там рождается один рыжий, ну, вероятность того, что все китайцы поражают, она нулевая. Там хоть у него 100 детей будет, да, но никогда китайцы не поражают на миллиард, как бы это вообще там 0,000, там нули не сочетаешь. И вот поэтому маленькие популяции меняются, строго говоря, быстрее. Человечество-то оно так бурно эволюционировало, потому что мы всегда жили махонькими, грубками, популяциями. Ну вот, поэтому с момента производительного хозяйства неолитического, когда группы резко выросли, то в какой-то степени эволюция притормозилась на самом-то деле, потому что при гигантской численности вероятность закрепления нового параметра, она очень мала. Ну вот, а маленькая популяция очень бодренько будет эволюционировать. У них, собственно, это и видно по ним. И у них, поскольку материалов много в Ирландии, мы это видим, что приятно. Про это есть в книжке «Происходение человеческих рас Африка». Читайте, узнаете много интересного. И все-таки есть какие-то народы, этносы, которые морфологически и генетически дольше всего не менялись? Особенно там в течение сотен, может быть, тысяч лет? Ну, по отдельным признакам такое можно сказать. Ну, вот цвет кожи, да, вот он как возник там в Африке, там еще чуть не у австралопитеков, вот он там и не менялся. Но это по отдельному признаку. А комплекс, я говорю, бессмысленно говорить, что кто-то там менялся, кто-то не менялся. Потому что человек состоит из неопределенного количества признаков. Я говорю, даже один признак, его можно по-разному разложить. То ли он один, то ли не один, да. Ну, тоже цвет кожи, это же куча мутаций. И вот какую вы мутацию возьмете, там одна древняя, другая не древняя. Ну, потом, допустим, если какой-то признак приехал от каких-то других видов. Ну, например, вот у тибетцев способность экономить кислород – это фишка денисовцев, да. Денисовцы отделились от нас, там, не знаю, миллион лет назад. Ну, никто не знает, но порядок такой. И, как бы, можно сказать, это древний признак. А мы, честно говоря, не знаем, когда у денисовцев этот признак возник. То есть мы знаем, что он у них был, потому что у нас есть генетика этих денисовцев. Но когда он возник, может, там, 40 тысяч лет назад, да, это новый признак. Ну, вот, то есть у других сапиенсов этого нет, а у них есть, значит, это новый признак, а не архаичный. А то, что это от архаичного вида людей, ну, вид-то архаичный, а признак-то новый. И поэтому, я говорю, вот эта эквилибристика древний-древний, кто-то архаичный, кто-то неархаичный, мы все один вид, уровень у нас один. И какой смысл тут выделять? Часто в качестве таких архаичных народов выступают австралийские аборигены, но я про них уже говорил, у них и размеры головы два раза поменялись, и надбровье тоже поменялось, и то, что, допустим, у них большое надбровье, толстые стенки свода, может быть, это досталось от денисовцев. Ну так, а кто сказал, что у денисов это какой-то запредельно архаичный признак? То есть он мог у них-то возникнуть сильно поздно, на самом деле, ну тем более у нас нормального черепа денисовца до сих пор нет доказанного, хотя вот этот новый, который свеженайденный китайский, он, видимо, и есть денисовец-денисовец, я вот теперь про него только и думаю, потому что мне надо новость срочно написать про него. Но кто сказал, что это какая-то архаика, она могла поздно возникнуть, да и у нас предки тоже мордастые-то были еще те, ну вот, поэтому иногда вот произвольно назначают тех, кто живет на краю земли, ну, обычно попадают под эту раздачу австралийские аборигены, а где земельцы какие-нибудь, бушмены те же самые, пигмеи иногда еще, ну вот, но это необоснованно, честно говоря, ничем. Ну вот пигмеи, например, да, иногда говорят, вот они там тоже дофига древние, генетики, кстати, которые вот игнорируют расследования, высчитывают им древность, там в какой-то статье было 900 тысяч лет время разделения пигмеев от других людей, 900 тысяч лет, на всякий случай, это еще такие ранние пятикантропы, такие ранние, ну вот, ну это ё-моё, ну это просто бред как бы. А объективно, самые древние находки пигмеи, это наша эра, вот череп, как бы, самый древний найденный, нашей эры, а древней у нас нету этих свидетельств, ну в Африке, там пигмеи есть, конечно, эти всякие хоббиты на Флорисе, но так это вообще другие виды, они к Африке отношения уже такое сильно косвенное имеют, ну и к африканскому пигмеям уж точно никакого. Ну вот, поэтому объективная информация о появлении пигмейских популяций в Африке, это самые поздние, то есть получается, что они самые прогрессивные из всех, то есть их генетические-то линии могли отделиться там, бог знает когда, хоть там при, не знаю, проконсулах, да, ну так они были внутри человеческого вида, просто у этих сохранились такие, у этих сохранились такие, ну как бы, они одинаковые древности, опять же, какая разница. Ну вот, ну как, допустим, денисовские гены, да, вот неожиданно денисовская генетика нашлась у человека из симотласуэсос, мицхондральной ДНК, ну то есть это значит, что она ещё где-то в Африке была, потом она была и в Европе, и в Азии, но в Европе исчезла, в Азии сохранилась, и мы говорим, вот она архаичная, а почему она архаичная, ну просто она тут как бы, а та, которая возникла, другая версия в той же самой Африке, в то же самое время сохранилась в Европе, а она почему-то новая, а почему она новая, она же тогда возникла уже, ну время расхождения, не холодное тоже. Ну вот, поэтому я говорю, вот этот вот поиск какой-то древности, примитивности, ну смысла, честно, не имеет. То есть это всегда хочется как-то вот спросить, да, ну а мне неизбежно приходится отвечать, а в реальности это вопрос пустой, как бы исходно. Ну вот, эволюционный уровень это виды, то есть да, мы можем сказать, что наши предки, жившие там, не знаю, 300 тысяч лет назад, были архаичнее нас, потому что они жили 300 тысяч лет назад. Ну вот, но такого заповедника, где бы вот сохранились в неизменном виде, там эти, такого нет. Даже когда мы говорим про каких-то животных, да, ну чтобы от человека отвлечься, там, из всякой там политики, ну чтобы уж никто не говорил, что я там ангажирован, там, да. Есть, допустим, латимерия современная, вот эта гистеперая рыба, и везде всюду она приводится как пример живого ископаемого. Вот она там болтается в Индийском океане до сих пор, и вся из себя такая примитивная. Но если вникать в ее строение, там куча новаций, которых не было у рыб в Дивоне в каком-нибудь, ну вот и в Мезозу и не было. То есть это другой род, там, другое семейство вообще, чем были когда-то, там, не знаю, в Палеозое. Ну вот, и она по-своему эволюционировала. То есть любое, какое бы оно ни было, там, древнее дремучее животное, оно свои какие-то мутации имеет. Даже какой-нибудь щитинь, да, который там 300 миллионов лет, вот вроде вообще реально не менялся. То есть у нас отпечатки там в Триасе и сейчас, или там, что ли, не в Пермини сейчас, но они реально одинаковые. Но в некодирующей ДНК мутации по-любому происходили, но не могли они и не происходить, да. Ну вот, и если бы современными методами генетики можно было взять анализ ДНК вот этого какого-нибудь пермского щитни и современного, то я вообще ни разу не сомневаюсь, что и генетики бы своими генетическими методами разнесли бы там в разные вообще классы без проблем. Потому что там столько наверняка всяких этих мутаций накопилось. Ну, если стабилизирующего отбора нет, то и там накопятся. А по форме панциря, ну, то, что мы видим на отпечатке, там же мы видим отпечаток панциря, то есть швы его. Там, да, там стабилизирующий отбор работал, и они, правда, похожи. Поэтому даже к одному виду относятся. Там 320 миллионов лет, вот один и тот же вид, ну, там порядок такой где-то времени. Но это, как бы, опять же, признак формы панциря, а не признак какого-нибудь там сверхсмутабельного гена, где-то там, не знаю, в какой-нибудь там метафондриальной ДНК. Ну, вот, и смотря на какой признак смотреть, мы получим разный результат. То есть все живые ископаемые, которые есть сейчас, они живые ископаемые по каким-то формальным отдельным параметрам. Ну, вот чистепер и рыба, ну да, как бы форма у нее действительно похожа на то, что в Дионе было. Ну, какие-то там особенности строения там другие, иные совсем. Потому что там они вообще чуть не на сушу уже вылезали, да, а сейчас она глубоководная. Ну, то есть у нее вот эти адаптации к жизни на глубине там в 2 километра, не было их тогда, они не были такие глубоководные. Теперь есть это мегапрогрессивное. То есть мы сохранили легкие, как вот эти дивонские кистеперые рыбы, а современная латимерия стала глубоководной. И поэтому мы живое ископаемое, а не латимерия по системе дыхания, например. То есть мы примитивнее латимерии. Изменчивость, ассимиляция, она, ну, собственно говоря, прекратила существование тех народов, которые еще описывал, скажем, Ливенстон. Их уже нет. И мы сейчас живем во время, когда формируются новые народы. Но вот об этом можно сказать, через какое время мы сможем наблюдать новые народы. А это непрерывный процесс. Это всегда было. То есть во времена Ливенстона он тоже мог сказать, а вот там какой-нибудь, там, не знаю, Блюменбах там, или кто там перед ним был, да, тоже кого-то там описывал, а кого нет. И там в 16 веке, ну, если бы там была наука как явление, да, тоже могли бы сказать, а вот там еще 300 лет назад, ну, собственно, в повести временных лет тоже там перечисляются. А вот были там какие-то поляне, дряговичи там, да, и так далее, которых теперь нету. Этот процесс был всегда. То есть он у австралопитеков, строго говоря, был. Ну, там не было понятия народ, да, ну, они были австралопитеки, но были популяции. Вот была такая популяция, поменялась, стала другая. И все время меняются признаки и биологические, и культурные. Ну, правда, надо разделять, понятное дело, да, то есть биология, она сама по себе, а культура-то она вообще как бы сама по себе, и она к биологии, как правило, не привязана особо никак. Вот. Но этот процесс есть всегда, и зависит от конкретных условий. То есть иногда для образования народа, ну, прям вот чпок, он возникает на глазах. Ну, не знаю, там в 90-е годы у нас там какие-то казаки в каких-то местах там объявили, а мы теперь народ казаки. И, по-моему, даже где-то прописали, там какой-то есть регистр народов СССР, ну, там, в России в смысле теперь, да, и где-то, по-моему, казаки вписаны как народ. Вот. Ну, не прочуюсь, но, по-моему, такое было. Потом там в Сибири точно такое было, когда были там просто чукчи, а потом кто-то там сказал, а мы теперь не чукчи. Ну, мы там всю жизнь знали, что мы не чукчи, да, но вот теперь мы как-то прочухали это особо чутко. И мы теперь там, я уж не помню, чуванцы, по-моему. И вот мы теперь поняли, что мы чуванцы. Ну, вот. И там ороки и орочи, вот как-то теперь мы осознали, что мы разный народ. Ну, и еще там пара каких-то таких. То есть эти люди-то были, на самом деле, они же не вылупились как бы из земли вот только что, да, или там не с Марса упали, ну вот, ну просто вот они теперь осознали, что они единая общность, ну ради бога, если у них есть общее самосознание, ну значит вот появился народ, вот, а понятно, что количество предков-то все то же самое, и признаки у них все те же самые, то есть если я сейчас, допустим, заявлю, что я теперь вот не русский, а я не знаю там, придумываю себе название народа, какой-нибудь там Сипульковец, да, вот я теперь Сипульковец я сную народ Сипульковцев, там куча появится людей, которые скажут, мы теперь тоже Сипульковцы, у нас Сипульковский язык там все такое прочее, ну вот ну как бы моя биология, моя культура, да и язык в общем тоже особо не поменяется, вот, но если это будет на полном серьезе, ну а иногда появляется куча народу, да, который на полном серьезе, ну появится народ, вот, и это всегда такое происходило, ну я не знаю, вот были какие-то там племена в Средней Азии, да, потом были какие-то народы, даже там цивилизации, города, а потом был там какой-нибудь хан узбек, да, и появились народ узбеки, ну вот, ну это же прямо вот по конкретному человеку хан узбек, ну вот, то есть понятно, что и до этого эти люди были, да, но вот с этого момента они осознали, что они единое целое, а до этого они себя интересировали как-то там по-другому, ну то же самое с русскими, да, то есть там было куча этих племен, там, какие-нибудь кривичи, родимичи, потом как-то вот сложилось, что теперь это русские, ну вот, и с любым другим народом, там, не знаю, еще в 19 веке белорусов не было, вообще слова такого не существовало толком, да, я не знаю, когда она там появилась, но Белоруссии что только не называли, там, Смоленск, там, это Белая Русь гуляла там по карте, как угодно. Вот, а в советское время нарисовали на карте, да, вот кусок от Польши, кусок там от российской чести, это я говорю, русской как бы исконной части, а теперь мы это назовем Белоруссия. А вот это мы нарисовали границы, теперь будет называться Украина. Вот, но люди, которые там жили, они могут даже искренне теперь считать, что они какие-то там суперкоренные, там, украинцы, белорусы, там, не знаю, литовцы, там, кто угодно еще. Ну, то же самое там во Франции, да, то есть тоже, там, взяли какую-то Нормандию, а теперь это Франция, а эти норманы они могут там не особо это считать. Или там вот в Каталонии, да, то есть для нас они там все испанцы, а они там бегают с флагами, барабаны бьют, я лично наблюдал, будучи туристом. Вот, мы там каталонцы, в Каталонии вперед, там, давай отделяться. Вот, так могут и отделиться. Ну и опять же это еще меняется иногда на личном даже уровне, в зависимости от того, где человек находится. То есть тот же каталонец приехал к нам, он будет всем говорить, что он испанец. Потому что никто и не знает, кто такие каталонцы, ну, 90% там, плевать им, да. Вот, и для них он будет, как бы, испанцем, а у себя он там будет каталонцем. Ну, вот, так же, как любой человек с территории СССР, он где-нибудь там в США будет русским. Пусть он там узбек, я не знаю, неважно, там, эстонец какой-нибудь, да, уж украинец, там, и того подавляя. Я лично в той же самой Испании, будучи наблюдал, когда там были какие-то украинки, ну, вот, и они были такие прямо мега-такие украинки, а их все, естественно, назвали русскими, эти испанцы-то. Ну, вот, они жутко возмущались, там, кипели, булькали, как бы, ну, им было очень неприятно, вот, но, как бы, для испанцев они слова Украины не слышали. Ну, это было еще до Майдана, как бы, и там это Украина, что такое Украина, как бы. А русские, это им было известно более-менее. Ну, вот, и, как бы, для них это все русские. Ну, вот, ну, и вот в таком режиме. Поэтому народы, они возникают, они внутри конкретного, как бы, народа бывает брожение какое-то, да, ну, те же, я не знаю, там, таджики, то есть, да, вот, жители России, в принципе, есть Таджикистан, там живут таджики, но внутри самого Таджикистана есть какие-нибудь, там, ваханцы, изгулемцы, шугнанцы, ишкашинцы, вот, и они себя вообще ни разу не ощущают таджиками. Вот, но, приехав сюда, они даже представляются таджиками, потому что, ну, если он скажет, что он, там, не знаю, ишкашимец, кто-нибудь скажет, какой ишкашим вообще, ну, я-то знаю, потому что у нас ишкаф забит черепами, я их измерял, а, как бы, нормальный русский человек, он, скорее всего, и не слышал этого слова никогда. А для них-то это важно там, да, но он сам предскажет, что он таджик, потому что, ну, ему надо себя как-то идентифицировать на понятном для вот человека, с кем он общается, языке. Вот, и это может перерастать одно в другое, поэтому возникает на глазах, ну, те же украинцы, да, то есть у Гоголя они там все русские, а теперь они, там, убер-украинцы, ну, причем, большей частью приехавшие туда в советское время, на самом деле, там, из Дальнего Востока вообще, ну, у которых там никакой родни даже нет. А те же самые украинцы, которые в то же самое советское время, с какой-нибудь даже западной, там, Украины, приехали куда-нибудь в Рязань, они теперь напрочь русские, и вообще не вспоминают, что они какие-то там украинцы, ну, потому что они в Рязани. Ну, вот, то есть этнос и раса, они вообще меж собой не связаны, а этнообразование, ну, идет, вот, и там масса всяких поводов, причин, там, политические границы, язык может меняться, да, вот там вели на той же Украине, там, мега-украинский язык, и они теперь его учат, и теперь искренне считают, что это прям родной язык, хотя еще, там, 50 лет назад они на нем не говорили, естественно, ну, в большинстве своем, ну, в какой-нибудь там конкретном хуторе, там, где-то говорили, может быть, да, но... А другой хутор говорил тоже на украинском, но на другом украинском. Ну, это даже слышно, вот, когда, там, слушаешь разных товарищей, да, и они все говорят на разных украинских, немножко на разных русских, ну, русский, он все-таки более унифицированный. Вот, то же самое, там, и в Белоруссии, и в Германии, там, ну, в Германии, вот, там, куча этих немецких языков, нам плевать, как бы, это все немецкий, ну, потому что мы его все равно не знаем, ну, я не знаю, вот. А кто знает, ну, они там различают, там, верхний немецкий, нижний немецкий, там какой-то баварский, там гальштинский, я не знаю, там еще какой-то такой. И для них это даже важно. Но потом, глядишь, вот там пришел какой-нибудь железный канцлер, там все сковал вместе, и теперь все немцы как бы все, нефига там всякой этой заниматься разбродом и шатанием. И этот этногенез, он идет прямо на глазах. В общем, достаточно непредсказуемо. Поэтому мы сейчас видим это образование народов. Оно и в Сибири вот такое появляется периодически. Ну, там те же мега-украинцы сейчас, да, там плачкуются прямо на глазах. Ну, вот, а где-то наоборот может слиться. Ну, он сейчас, не знаю, там Белоруссия наконец-то соединится окончательно. Ну, что, она вообще отдельно непонятна, как бы, да, никому, если честно. Ну, вот, не было государства Белоруссии никогда, в общем, строго говоря. Ну, вот, и понятно, что это те же самые люди, ну, в любом случае. Я вот, как бы, да, у меня там по отцу вся родня, там, как бы, как бы из современной Белоруссии, ну, которая вообще такая мельская область, которую приросовали к Белоруссии в советское время. То есть, она вообще-то всю жизнь была, как бы, русская. Но если там копаться в корнях, то они вообще-то уже, там, наверняка, из какой-нибудь Польши еще выходцы. Исходно когда-то, там, не знаю, в каком-нибудь 17 веке, если не раньше. И, как бы, вот, как это все делить? Ну, а теперь, ну, вот, как бы, да, белорусы, там, бегают, там, с этими флагами своими отдельными, да, там, и так далее. Ну, вот, а потом объединят, и еще, там, через 300 лет все и забудут, что это Белоруссия была. А может, наоборот, там, станет какая-то мега, там, Белоруссия, еще, там, распространится будет, там, Белорусская империя. Ну, вот, ну, это уж как понесет, вот. Ну, я сомневаюсь, что будет Белорусская империя. Что-то внутренний голос мне это сказает, что вряд ли. А вот то, что сольются, это легко, ну, и хорошо бы, вот, потому что, ну, как, тоже, там, при феодальной раздробленности, там, при каких-нибудь этих Красных Солнышках, да, было, там, Владимирское, Рязанское, Смоленское, там, Пятое, Десятое эти княжества, там, 47 штук, да, и все между собой воевали. Ну, и, там, понятия России, как бы, не было как единой. То, пошел какой-нибудь, там, Иван Третий, Иван Четвертый, там, Иван, там, Двадцать Пятый, и все это сковали, вот, стала Россия, там, Петр Первый утвердил, все, империя, нифига. Ну, вот, и стали русские. Ну, вот, и теперь никто не вспоминает, что вот эти какие-нибудь, там, не знаю, скобари, там, да, там, поморы, там, еще, ну, где-то как-то вспоминают, ну, там, когда наряжаются в кокошнике, там, песни поют на каком-нибудь, там, гулянии, а так, честно говоря, в быту-то всем плевать, если не так, по-серьезному. Тем более уж, чтобы все столько перемешано, что искайте какие-то эти корни, местами бессмысленно. Ну, поэтому есть всегда интеграционный процесс, есть дезинтеграционный, что победит, в каком конкретном случае, ну, я не такой великий этнограф, чтобы предсказывать, ну, по-моему, никто еще ни разу не смог предсказать, но это идет всегда, вот, и не при Лен-Соне, и всегда вообще. Если вернуться в более тренивые времена, что нового у денисовцев? Новые зубы черепа, там, не знаю, как они выглядели, что сейчас известно? Ну, такого сверх, что-то прямо, вот, за самое-самое последнее время нет, но если за год предыдущий, то есть, потому что в пещере Бэйшия в Китае нашли вначале нижнюю челюсть, из нее, правда, не удалось достать ДНК, а проблема-то в том, что из денисовцев-денисовцев в Денисовой пещере есть только ДНК, ну, вот, но нет белков, а из Бэйшии удалось достать белки, но не удалось ДНК, но поскольку белки закодированы в ДНК, то как бы оно одно в другое переводимое, и, соответственно, доказали, что это был Денисовец, а потом, чуть попозже, из почвы в этой пещере нашли ДНК такие, вот, то есть, уже не в костях, а просто в земле, там, в четырех слоях причем, и она прямо идеально оказалась Денисовская, там, вообще, до неразличимости практически, ну, вот, и вот уже 100% окончательно, причем там и ядерная, и метхондриальная, то есть, все красиво, ну, вот, это прямо-таки Денисовцы-Денисовцы, вот, а вообще-то всем нормальным антропологам понятно, что эти же Денисовцы жили аж там до Индонезии, вот этот вот мой любимый теперь череп из Харбина, это он и есть Денисовец тот самый, ну, вот, тем более, что у него тоже с третьими малярами там какие-то проблемы, а фишка же, получается, что вот во всей этой Азии у них очень большая частота отсутствия третьего маляра. Кстати, к вопросу о прогрессивности и архаичности, то есть, у древних людей третий маляр последний, он самый здоровенный, вот, а у современного человека он, как правило, либо маленький, либо вообще его нет, вот, и вроде как это прогрессивный признак, но у Денисовцев еще 100 тысяч лет назад он, большей частью, исчез вообще, то есть, они нас обогнали очень хорошо, а, скажем, второй маляр у них огромадный, вот, ну, и в Денисовой пещере, и в Большие, и вот в этом Харбине, и в Дали, там, где угодно, там, такие огромадные зубищи, вот, поэтому получается, что большой размер второго маляра, это вроде как архаика, отсутствие третьего, это прогрессивный, вот, но по отсутствию этого третьего маляра мы видим, что на челюсти из Пенху, в проливе между Тайванем и Китаем материковым, есть вот эта челюсть с отсутствием третьего маляра, вот он, Денисовец, да, там, в этом Хойондуни каком-то там тоже там череп без третьего маляра, ну, и так далее, и так далее, ну, вот, то есть, это вот огромная общность восточных вот этих людей, ну, которых еще китайцы не склонны вписывать в Денисовцев, потому что им не хочется, ну, их прям вот прет, то есть, они готовы признать, что из Большии это Денисовцы, потому что это Тибет, а в Китае там тоже свой расизм есть, да, что Тибетцы это как бы не совсем люди, и они тут же выпустили статью, что у тибетцев мировой рекорд в сути третьего маляра, что у них генетика-то там с денисовской примесью какой-то запредельной там под 5% и там еще что-то такое, то есть, они все вот как бы тут публикуют сейчас данные, что в Тибете это потомки денисовцев, ну, и там задним числом идет мысля, что, ну, неозвучиваемо, естественно, но так фоном, что не просто так мы завоевали Тибет, как бы, да, и его там все гнобим всячески, там, под себя подминаем, потому что, ну, это же денисовцы, мы им несем свет цивилизации, а мы сапиенсы, и вот, значит, там, в этом Харбине-то нашли череп, а он-то сапиенсы, и вот прямо это вот Китай-Китай, ну, вот, хотя Харбин-то вообще это Россия, мы тоже знаем, ну, вот, но, как бы, по их нему так получается, и, соответственно, это вот такой Китай-Китай, поэтому, значит, вот мы типа сапиенсы, ну, вот, но, правда, вот это стажизует, и понятно, что всем нормальным антропологам, ну, кроме китайских, понятно, что вот денисовцы это прямо такое отдельное человечество, и чем больше китайцы это, чем раньше они это признают, тем всем будет приятнее и лучше, потому что, а куда деваться, это, как бы, объективная реальность. То есть, на данный момент, вот, на время 50 тысяч лет назад вырисовывается три больших человечества. Это сапиенсы, ну, или такие прото, вернее, сапиенсы в Африке, ну, может, там, чуть-чуть на Ближнем Востоке, может, даже до Индии, где-то там, ну, не очевидно, честно говоря, пока что в Индии происходило. Значит, в Европе и в западной части Азии неандертальцы, вот, до Алтая они там кочевали, ну, вот, а где тут, начиная с Алтая и дальше, в подданной Индонезии, это денисовцы. Ну, плюс там на островах всякие хоббиты, но это уже в качестве прикола. Ну, вот, вот, как бы три больших. Но, может быть, еще в Африке какие-то были персонажи, в западной, потому что там тоже из последних открытий, в Сенегале там две стоянки с очень поздними датировками, там, я не помню, что-то 15 тысяч лет, что-то где-то порядок такой, но с очень архаичной культурой, которая, по идее, должно быть 300 тысяч лет. А еще раньше там же был найден скелет, которому тоже там 16 тысяч лет, но по архаике тоже он, как будто ему 300 тысяч лет, из-за Вейлеру. Ну, вот, и, ну, в Нигере там, рядышком, в принципе. И получается, что в западной Африке, видимо, жил еще какой-то отдельный вид, самостоятельный, который потом смешался-таки с сапиенсами, потому что у современных вот этих африканцев есть какая-то примесь еще не пойми кого. То есть и не денисовцев, и не неандертальцев, и, как бы, ну, в основе своей не сапиенсы, но с примесью кого-то. Это, по-любому, вот это еще одно человечество, западно-африканское, но у него даже названия толком нет пока. Ну, и вообще никакого неформального, не неформального. Но уже все так понимают, что что-то там такое было. Ну, задача только поехать туда кучей экспедиций, все это раскопать нормальное и найти. Но там политика мешает, потому что, ну, там страны не очень стабильные, копать не хочется. Ну, вот, с денисовцами так, а вообще пока вот план такой глобально вырисовывается. Один еще вид может быть в Африке. А гипотетически сколько можно предположить видов еще не открытых? Сколько видов сосуществовало с неандертальцами, хоббитами? Ну, это смотря в какой момент. Ну, если на времена неандертальцев, то предположить можно, честно говоря, практически бесконечное количество. Потому что в Индонезии и на Филиппинах еще там несколько тысяч островов. Там, по-моему, даже их правительство не знает сколько. И учитывая, что вот у нас на Флорисе есть хоббит, на Лусоне есть хоббит, на Сулавесе есть орудие, то есть какие-то там тоже товарищи жили. Ему даже уже такое неофициальное там Homo Sulawessensis там нарисовали название, но оно неофициальное. На Тиморе какие-то булыжники найдены непонятные. А еще есть миллион островов, ну не миллион, но там несколько тысяч точно, на которых никто никогда не копал. Вообще там, в принципе, археологи не появлялись. А чисто геометрически там люди жили. Потому что, чтобы дойти до Флориса, они должны были пройти по Ламбоку, Сумби, Сумбаеве и еще что-то я там не помню. И там тоже кто-то таки жил, а там никто не копал ни разу. И если они заизолировались на Флорисе, а по пути шли там по Сумби, допустим, да, ну такая, что бы им на Сумби не жить с этим хоббитом дальше. Ну там остров по размерам даже и побольше еще будет. Ну так что там этих островов, ну и рядом Суловесия, там маленьких островков дофига и в принципе маленькие популяции могли жить. На Филиппинах тоже, на Лусоне-то нашли в одной пещере, да, ну так там же не один остров, там дофига их. А в других просто не искали. Ну вот, ну пока не дошли. То есть мы живем в такое дивное время, когда мы уже дофига всего знаем, но уже можем предполагать и прям на карте эти значечки ставить и планировать дальнейшие открытия. То есть реально мы можем предсказывать открытия. Ну вот, и кстати, они и были предсказаны. То есть когда на Флорисе нашли вот этого Флорисиенсиса, хоббита, они же тут же, вот чуть ли не в первой статье написали, а вообще-то как бы тут рядом еще есть островочки и вот наверняка там есть. Это прямо в первой статье есть такая фраза. Ну вот, и прям вот они потом и нашлись. Вот на Лусоне нашелся, на Суловесе орудия нашлись и глядишь, еще найдут. В прессе неоднократно встречал упоминание, что в Топуэрке нашли древние кости, при изучении которых выяснилось, что якобы люди могли впадать в спячку. Это фейк? Нет, статья была, это не фейк, но оно как обычно журналистами переврано так очень сильно. Хотя даже чуть ли, по-моему, в названии статьи, там это гибернейшн какой-то было. Ну вот, суть была такая, что когда зверюшки впадают в спячку, у них резко падает обмен веществ и рост костей замедляется, ну и формирование замедляется. И кости приобретают, ну как вот кора, не кора, в смысле а ствола дерева, эти полосочки такие характерные. Ну вот, и у вот этих товарищей из Топуэрки, Симон Госсес, там действительно такое обнаружилось. Ну вот, но они очень осторожны, то есть как обычно в статьях оно звучит не так, как в журналистских пересказах. И там прямо так, ну мы можем предположить, там так вот ля-ля-ля, там возможно, там с некоторой долей вероятности, ну вот, что они могли что-то подобное на спячку, значит, иметь. А в реальности это значит, что там уже были какие-никакие зимы, ну там с близкими к нулю температурами. Ну вот, одежда у них была, если вообще была, то крайне фиговая на самом деле, потому что это все-таки полмиллиона лет почти, ну там 450 тысяч лет. Ну, огонь у них вроде как был, но как-то тоже так себе, прям скажем, там не особо активно. И в таких жестких условиях, живя, ну, Испания, конечно, не самый север, да, но для голого человека с нулевой температурой окружающей среды, как бы, это уже хватает. Вот, хотя бы даже раз там сколько-то лет, если это там такая зима случалась. Ну, а в принципе это время там ледниковый период вообще на всякий случай долбили. Ну, там конкретно вот в этом месте в это время климат был умеренный, там не такой прям ледниковый, вот, но умеренный, вот, там уже это не Африка все равно. И поэтому даже без всякой спячки, просто сидя в сырой пещере зимой, они могли вот это вот огрести, вот эти вот полосочки там на костях. Ну, вот, и замедление обмена веществ легко. Ну, или наоборот ускорение, да, когда он там начинает как-то не в себя жрать какой-то жир, чтобы согреться, потому что ему надо согреваться. Там еще вопрос, в какой сезон у него там что было, повышение, понижение. Ну, потому что на костях-то мы просто видим, как бы, да, а что там была зима или лето, это как бы на кости не написано. Ну, вот, поэтому просто эта фишка, она похожа на следствие спячки, но, как мне лично это видится, это просто следствие того, что у них культура еще была фиговенькая, а условия суровые, потому что не Африка. В принципе, подобные же штуки, ну, вот на костях такие полосочки, они есть, например, у африканских животных, живущих на экваторе, но в условиях, когда есть сухой и влажный сезон. Ну, вот, то есть там ни в какую спячку, понятно, там антилопы гну какие-нибудь, там зебры не впадают, но у них это есть, потому что есть сухой сезон, когда все высохло, пить воды нету, да, и жрать нечего, в общем-то, особо там трава выгорает со страшной силой. Ну, вот, они там кочуют за 100 километров куда-то, там, голодные бегут, и у них, да, вот проблема, как бы стресс организма, а потом влажный сезон, все зарастает со страшной силой, там, это зеленью, воды там по колено и обожрись, как бы, ну, вот, и они там отжираются со страшной скоростью. Так что даже в Африке подобные вещи есть, ну, вот, не значит, что зебры впадают в спячку или там носороги какие-нибудь, ну, вот, так что они, это была такая спекулятивная, такая немножко хулиганская статья, но некоторые авторы любят так приковоться, такой вброс сделать, ну, когда все так уже засыпать начинают, ну, там, опять, там, эти какие-нибудь гальдбергенцисы, ну, вот, там, какой-нибудь, там, гипоплазия эмали, там, бу-бу-бу, и вот уже все такое скучное, занудное, и там, 25-ая статья про какую-то нудятину, и всем уже неинтересно, и тут, бац, там, они впадали в спячку, все-таки просыпаются, там, сами от этой спячки, и такие, о, спячка, офигеть, давай обсуждать. Ну, а журналистам такое и надо, как бы, да, вот. Но это, значит, по приколу, как бы, сделано. То есть спячку очень сомнительно, что они впадали. Если поговорить о кинематографе, с вашей точки зрения, какой фильм или несколько фильмов ближе всего к исторической реальности? Может быть, грим актеров в борьбе за огонь? Может быть, вот, «Ледяной человек» проец недавно появился? Вот, какой бы назвать? Ну, вот, если честно, проец я так и не смотрел фильм. Я только на форуме «Ученых против миф» слышал, как бы, вот этот разбор этого всего, и понял, что там тоже лапши хватает. Ну, вот, а насчет, вот, в которых я смотрел, то борьба за огонь на первом месте однозначно, мой кумир. Потому что, понятно, что там он снят давно, и там много какой-то лапши тоже хватает, но они сделали это вот харизматично, с чувством, и на удивление они сделали, по факту, лучше, чем они сами даже затевали. Потому что они запихали туда вот разные виды людей, например. На тот момент, когда это снималось, а уж тем более, когда писалось, да, это все было какими-то там гипотезами и не пойми чем, и, скорее, даже какими-то такими боковыми гипотезами, как бы, альтернативными. А теперь оказывается, что оно, да, действительно так оно и было. То есть, вправду, в одно и то же время были уже там и сапиенсы, и неандертальцы, и там какие-то пятикантропы. Ну вот, и вот, ну вот, сейчас только что мы в Израиле вот эту челюсть с черепом нашли, так вот он пятикантроп времен уже довольно-таки поздних. Ну там не то, что прям совсем, но тем не менее. Ну вот, а это же время, когда там же, в этой же самой, в этом же Израиле были неандертальцы, и уже протосапиенсы там же сидели, что характерно. И вот три вида на одном, так и в борьбе за огонь. Там, кстати, прямо вот он по климату, он там, в принципе, более-менее где-то и попадает в территорию. Так что это мой кумир. Вот, а таких фильмов вообще-то немного, прям скажем. То есть, если посмотреть, ну, какие-нибудь там миллион лет до нашей эры, или там что-то такое, там, с пластмассовыми этим, пластилиной, вернее, динозаврами бегающими, это уж совсем бредятельно, понятно, да? Ну вот, потом есть этот последний неандерталец французский, но это просто политкорректная чушь, где он там с птичками разговаривает, и там лошадку доит. Ну вот, ну, неандерталец, да, вообще. Альфа, который тоже там, этот современный, значит, подросток городской с губежками ходит там и гоняет, и у них там торговый центр стоит, а вокруг, знаешь, домики. Ну, ёлки. Ну, это вот настолько американский стереотип, перенесённый в какие-то непонятные локации, которые даже географически ни к чему не привязать. Ну, там где-то вначале появляется, надпись, что Европа, но она не Европа, как бы, нет в Европе таких мест. Ну вот, и потом ещё какой-то был фильм, не так давно я смотрел, там, про неандертальцев. Ну, там даже местами узнаются прям конкретные персонажи. Там, человек из Шенедара, там, который однорукий какой-то там, хромоногий, одноглазый. Вот, и он прям скопирован, прям вот с настоящего отдельно взятого неандертальца. Я вот не помню, как называется, хотя я даже этот обзор делал, но... Не помню склероз. Можно потом там где-то вписать. Там про смешение ещё, что там вот группа неандертальцев, туда попадает, значит, девочка сапиентная, и вот она, значит, там, типа, такая продвинутая, и там медитация тоже идёт во-сюду. Ну вот, но он так ещё с грехом пополам, но поскольку он старый, там все вот эти какие-то белокурые кроманьонцы, блин, ё-моё, ну вот, ну тогда оно, в принципе, нормально было. Ну и неандертальцы, по крайней мере, красивые. И там обряды с этими медведями какие-то тоже там попытались у них пихать. Клан пещерного медведя. Во, точно, клан пещерного медведя, да. Ну вот, и с медведями, но там тоже какой-то лапши хватает. Когда там они выгоняют медведя, и там один за другим бросаются, он их там месит одного за другим. Ну, блин, какие охотники такое будут делать? Это, в общем, бредяйте, ну просто. То есть, я не знаю, режиссёры, потому что сценаристы, почему нельзя взять нормальную историю, вот реальную, и просто её воплотить? Вот сделали же они этого старого неандертальца с копией, как бы, да, из Шенедара. Ну вот классный получился персонаж. И настоящий, что главное, как бы он вправду такой был живой человек, реальный. Почему нельзя всё так сделать? Надо... Ну, ё-моё. Ну вот, и вот ещё там какие-то пару фильмов, наверное, я забыл, но их там реально мало. И «Борьба за огонь» все рекорды бьёт. Ну вот. Ну а Перлман, он там больше всех нравится, потому что он без грима, и при этом он прямо то, что надо. Ну мы в свою очередь обращаемся к тем, кто ты там за кинематографию, что вы можете прямо сюжеты брать из книги, байки из грота Станислава Дробышевского. Там готово 50 сценариев, и сейчас подъезжает ещё 50, где-то я надеюсь, в следующем году и сдастся. Художественные книги какие бы озвучили любимые? Про древних людей? Да. Ну, всё тоже «Борьба за огонь», плюс там ещё какое-то количество, которых я уже не помню по названиям, опять же, будучи склеротиком. И ещё такая, ну уже такая, не самых древних, «Листы каменной книги» называется книга. Она старая такая, в Советском Союзе изданная, ну, в принципе, несложно добыть. Там про, скорее, неолит. Более того, я вот только что ездил на Онежское озеро, там Петроглиф, и вот прямо про это место, ну, поэтому там вспоминали, поэтому она у меня в голове-то сейчас и есть. И там неолитические жители, вот они там как-то живут, а потом приходят викинги, всех там мечами рубают. Но она сделана прям реально близко к реальности. То есть там писал специалист, он прям пытался реально реконструировать. То есть она и художественная, но она как бы вот по настоящим событиям. Ну, может, там не событиям в историческом плане, да, но вот потому как у них там быт, оружие, одежда, занятия, что они там творят. Ну, вот это и вправду они вот так и делали. Вот поэтому по достоверности она, наверное, даже вообще первая, вообще единственная. Но она уже неолит. То есть это уже такая позднятина. Там-то и несложно как бы реконструкции писать. Ну, вот. Еще какие-то, наверное, есть, но вот все-таки «Борьба за огонь» как ни странно. Но она еще и приключическая. Вот вообще их таких книг-то больше. Вот. У меня даже дома их там что-то пять, наверное, лежит. Но они как-то не запоминаются. Я не знаю. Вот их, они в голову не ложатся. А уже, значит, не самые, наверное, лучшие. Ну, раз я даже не помню ни автора, ни названия, ни сюжета, ничего. Как-то вот оно пролетело и исчезло. Ну, значит, как-то не самые, наверное, хорошие. А если не связанные с древностью? Вот там три книги это Станислава Дорбушевского для зрителей. Ну, не знаю. Мне лично нравятся Стругацкий и Лем. Ну, вот. Ну, вот. Наверное, они. Ну, там конкретных книг как-то даже бессмысленно говорить. Авторы. Это, да, это явление природы, поэтому вот они, наверное. Ну, и, да, еще, если так тоже, как бы жанр скорее. Это лет 10, наверное, я уже подсел на путешествия. То есть, после этого я вообще перестал читать всякую художественную литературу, потому что ничего круче нет. Это дневники всяких путешественников. Ну, благо, сейчас их издают в массовом количестве, еще и с картинками. И когда читаешь какой-нибудь там Хук, там, Миклуха Маклай, там, Ленинсон, тот же самый, Стэнли, там, кто угодно, да, а там их много, как бы было-то. И, благо, переведено огромное количество. И путешественники такие цивилизованные. И еще есть такой особый поджанр. Это записки людей, оказавшихся в каких-то странных ситуациях. Какой-нибудь там мальчик, украденный там европейский индейцами, проживший всю жизнь индейцам, а потом записавший какие-то австралийские аборигены, которые там были, вот, ну, выросшие в каменном веке, вот реально, да, потом оказавшиеся в цивилизации, там, все это записавшие, как вот, то есть, это жизнь человека каменного века, записанная грамотным человеком. Это же просто праздник. Вот. Их таких не сильно много, но они есть. Вот. Их там это шедевры, конечно, потому что это вот жизнь древних людей, вот, с современными словами. Ну, вот. Ну, а жанры путешествий, они очень, конечно, разнородные, потому что, ну, авторы разные, они в разное время жили, но это тоже такая информация, которую ниоткуда больше не взять вообще, потому что эти аборигены, как правило, ничего не записывали, ну, кроме вот этих редкостных случаев, ну, вот. А теперь их таких просто нет. Ну, то есть, потомки-то есть, да, но они уже ничего не помнить, не знают, не умеют, и, как бы, вот эти рудименты какого-то бывого великолепия, они вот только в этих записках сохранились. Ну, и сами записки чудесные, сами по себе. Ну, в общем, самых разных времен, хоть там, я не знаю, какого-нибудь этого, Васка да Гамма, там, Марка Пола, да, ну, или там, ну, всех времен, то есть. А, главное, почти все великие путешественники что-нибудь доставили, причем, такой Толмудин, как правило. Ну, вот, там, Инфанасий Никитин, это же просто праздник, вот там, ну, странички-то там 30 страниц, по-моему, всего, но насыщенно. Наверное, последний вопрос, вот, если бы была машина времени и могли отправиться куда-то в одно, ну, может быть, два места, чтобы, ну, непосредственно глазами увидеть, как все происходило, то в какой период истории? Ой, тут прямо, ну, вот, недавно меня спрашивали, где бы я еще хотел остаться, если остаться в оцене. Там крупных хищников еще не было, зверя полно, при этом, жертвы навалом, конкурентов ноль и на 40 градусов теплее, чем сейчас в среднем по планете, то есть, там, от Гренландии до Антарктиды тропический пояс, ну, ну, красота, вот это то, что надо. Ну, вот, но посмотреть так, чтобы вот прям проникнуться, ну, не знаю, может быть, если два, да, значит, одно этого времена появление ранних хома, это 2,6 миллиона лет назад, может быть, 2,7, то есть, когда вот уже не австралопитеки, но еще не хома, и вот одни в других превращаются, и это очень мало изученный пока момент, реально, там буквально единичные находки есть, и вот посмотреть, как они там начинали делать орудия, и второй, наверное, какой-нибудь там выход из Африки, вот, когда вот они, ну, сапиенсы уже имеется в виду, не, как бы, хома уже, а сапиенсы выходили из Африки и встречались с этими другими видами, неандертальцами, денисовцами, ну, там, правда, география должна быть широкая, потому что они встречались в разных местах, ну, может, на Ближнем Востоке, вот, когда первые такие, еще такие, вот, экваториальные сапиенсы, прям, такие кроманьонцы, ну, прото даже кроманьонцы, вылезали, а тут, бац, неандертальцы, там, какие-то эти орки там непонятные, да, и вот посмотреть, как все это происходило, взаимодействие, вот, наверное, тоже было бы прикольно, да. Субтитры сделал DimaTorzok